Привет, друзья! Если вы нашли маленькое пушистое чудо, не торопитесь поселять его в своём доме или квартире. Предварительно проконсультируйтесь со специалистом о том, какое это животное. Иначе ситуация через несколько месяцев может закончиться откровенной трагедией. Сердобольная Джилл Хиггс из Чатануга, что в штате Теннесси, США, очень любила животных. И поэтому, когда на вечерней трассе она заметила мечущийся пушистый комочек, тут же ударила по тормозам. Издалека животное показалось крольчонком, но когда она вышла из машины, разглядела, что это был красивый котёнок. Оглушённый звуками дороги, он не сильно ориентировался в пространстве и явно намеревался пересечь трассу, хотя рядом был более спокойный лес. Чтобы не произошло непоправимое, Джилл схватила котёнка за загривок, завернула в лежащий в машине свитер и положила на заднее сидение. После этого она ещё некоторое время позвала, кис-кис-кис. Женщина предполагала, что котёнка выбросили не одного, а, возможно, вместе с матерью и другими малышами. Когда никто не откликнулся, она решила ехать дальше. Приезжать на ужин с подругой в руках с котёнком было не очень удачно, поэтому она решила довести его до дома. За время движения котёнок дважды вылезал со своего места и хватался за шею автомобилистки. Когда Хиггс второй раз съехала на обочину, чтобы снять зверька с шеи, она решила, что проще положить его прямо в свитере себе на колени. Это пушистику понравилось, и он больше не вылезал. Чтобы не травмировать психику других питомцев, живущих в своём доме, Джилл не стала приносить котёнка в дом. Она обустроила ему лежанку в гараже, постелив свитер в картонную коробку. Здесь же она поставила лоток, миски с водой и кормом для кошек. После этого она сфотографировала животное и разместила в Facebook просьбу к имеющим возможность забрать маленького котёнка. После ужина она вернулась в гараж. Женщина планировала забрать котёнка в дом, предварительно заперев старую кошку и собаку в других комнатах. Пушистика нужно было вымыть, обсушить и после этого, возможно, пристроить где-то на своей кровати, чтобы ему было тепло. Вместо этого она услышала, как кто-то позвонил в ворота. Это была соседка с другой стороны улицы. Она утверждала, что Джилл, скорее всего, нашла детёныша рыси. Две удивлённые женщины внимательно смотрели котёнка. Они обратили внимание на короткий, заострённый кончику хвост и маленькое белое пятно на нём. Детёныш всячески пытался себя защитить. Он шипел и ворчал, явно не радуясь человеческому вниманию. После своего открытия Хиггс написала в той же социальной сети, что, скорее всего, был спасён детёныш рыси, а значит, пристраивать его к людям невозможно. Джилл поняла, что рысёнку явно не понравится ванная и сон рядом с человеком. Но и оставлять дикого детёныша в гараже одного было небезопасно. Поэтому женщина устроилась недалеко от него. Она напоила малыша. Есть кошачий корм, он отказался. Каждые полчаса беспокойная Джилл включала свет, чтобы убедиться, что рысёнок куда-нибудь не ускользнул в гараже. Утром малыш съел немного рыбы. Чтобы пристроить найдёныша, Хиггс связалась с директором Центра по спасению диких животных Foxake Wildlife Rescue. Джунипер Руссо согласился принять животное. Маленькая рысь оказалась самкой возрастом примерно в 7 недель. Ей дали имя Арвен. После приезда у детёныша развилась слабость и безразличие. Видимо, сказалась ранняя потеря матери и повторный стресс новой обстановки. Даже самый лучший уход не гарантировал выживание детёныша без матери. Но поскольку отыскать её было абсолютно невозможно, люди включились в процесс восстановления. Несколько дней Арвен проводилась интенсивная терапия, которая дала отличные результаты. Маленькая рысь стала более агрессивной, что явно указывало на её правильное восстановление. Сотрудники Центра даже прозвали её «маленькой варежкой для убийства». Полная бесстрашие, смелость и отсутствие интереса к людям – как раз то, что нужно для её существования в дикой природе, написал один из спасателей в Facebook. Он указал, что Центр никогда не выпускает прирученных или зависимых от людей животных. В дикой природе они имеют равно малые шансы противостоять соорудичам или людям. Хиггс и Арвин больше никогда не увидятся, поскольку спасатели уже сейчас сводят к минимуму контакты животного с людьми. Но это не мешает Джил часто думать о красивом котёнке, которого она буквально выдернула из-под колёс машин на трассе. Женщина заявила, что в тайном уголке её сердца пушистый малыш останется навсегда. Милый котёнок превратится в дикого и опасного хищника. Но в жизни прекрасным сердцем Джил останется тёплая страница, позволяющая вспоминать свой поступок с радостью и ощущением маленького сотворённого чуда. Если вам понравилась эта история, то поделитесь видео в комментариях и поставьте лайк. Пока!